Библейский портал экзегет.ру представляет 25-й псалом читают для библейского портала экзегет, перевод российского библейского общества. В 24-м у нас, а мы читаем псалмы все-таки как некое развивающееся действие, хотя они совершенно самостоятельны, но взаимосвязаны. В 24-м у нас появилась тема доверия Богу и прощения грехов. Вот так вот неожиданно. Вообще тема прощения грехов не очень характерна для псалтирии. Она там появляется, но мало где. А в 25-м вдруг у нас псалмопевец вообще о своих грехах и слышать не хочет. Странная логика. Ну, давайте посмотрим. Псалом Давида, подзаголовок, который уже часто нам встречался. «Рассуди, Господи, тяжбу мою, я живу непорочно. У Господа я защиты ищу, и я не пошатнусь. Испытай меня, Господи, и проверь, переплавь, очисти нутро и сердце мое. Твоя доброта перед глазами у меня в своей жизни, я храню верность тебе. С людьми лживыми вместе не сяду, с лицемерами не пойду, ненавижу сборище злодеев и с нечестивыми сидеть не буду. В знак невинности омой руки мои и обойду твой жертвенник, Господи. Громко буду провозглашать хвалу и возвещать о чудных делах твоих. «Господи, люблю дом, где ты обитаешь, место, где живет слава твоя. Не погуби меня вместе с грешными, с теми, кто пролил чужую кровь, с теми, чья рука творит преступление и берет взятку за взяткой. Я живу непорочно, так спаси меня и помилуй. На ровную дорогу стали ноги мои в собрании, благословляю Господа». Прямо прочитал, и вот хочется фарисеями назвать тех, кто такие вещи говорит. Не правда ли? «Я живу непорочно, я не подшатнусь, на ровную дорогу стали ноги мои. У меня все хорошо, я все делаю правильно». Вроде как, с христианской точки зрения, так вообще нельзя о себе говорить никому. Но, смотрите, если мы это выдергиваем из контекста псалтири, да, у нас получается такая хвостливая ода себе самому. Но ведь в контексте же, можно на это посмотреть, предшествующий 24-й псалом, он говорил, «Господи, вручаю тебе мою жизнь, не вспоминай грехов моей юности, прости грехи мои». То есть, речь не идет, в контексте, еще раз скажу, не в отдельном 25-м, но в контексте, речь не идет о какой-то абсолютной праведности человека самого по себе. Вот я такой, и все. И вот, извольте посмотреть, у меня справка есть о том, что я праведник. Абсолютно нет. Скорее, речь идет вот об этом состоянии внутри завета, да. Ведь здесь у нас этот псаломопевец не говорит, как фарисеи потом будут говорить, «Я пощусь два раза в день, я даю десятину разных мелких ароматических трав». Ну, то есть, вот прям все-все-все исполняю до последней запятой. Он здесь такого не говорит. Он говорит, в общем-то, две вещи. «Я храню верность тебе, обойду твой жертвенник, буду провозглашать хвалу, возвещать о чудных делах твоих, я люблю дом, где ты обитаешь». Ну, то есть, здесь скорее такая даже ритуально-богослужебная сторона жизни, она его. Он в этом всем участвует, он в этом всем видит очень важный для себя смысл. Это положительная программа. И вторая вещь, отрицательная программа. «С людьми лживыми вместе не сяду, с лицемерами не пойду, ненавижу сборивших злодеев, с нечестивыми сидеть не буду». Ну, как начало псалма первого, да. Не ходить по совету нечестивых и так далее. Вот не общаться с ними, не вставать на их дорогу, не садиться в их собрание, то есть, вот не становиться одним из них. И он здесь говорит то же самое. То есть, фактически, два условия. Это доверие Богу и пребывание в нем, в данном случае, скорее всего, ритуальное, но явно не только ритуальное, и отказ от сборищ нечестивых. Вот, собственно, и все. Такая программа минимум, если хотите. И здесь он говорит, завершает, на ровную дорогу стали ноги мои в собрании, благословляя Господа. Вот, может быть, ключ ко всему псалму. То есть, не я достиг всего, у меня венец совершенств, прокаченные положительные качества, там, 80-го уровня, прям все замечательно. А я встал на дорогу. Вообще, образ дороги очень важен. И всталтире, и потом в христианской письменности, вот, один из древних христианских памятников будет начинаться словами «есть два пути, путь жизни и путь смерти». Не сказано, есть абсолютные праведники, абсолютные грешники. Ну, таких людей крайне мало. Бывают, но можно всю жизнь не встретить ни одного. А вот дорога как направление движения, куда человек идет. И вот здесь тоже этот образ присутствует. И он говорит, собственно, я иду по твоей дороге, а не по дороге грешников. И поэтому он уверен в своей правоте. «Рассуди тяжбу мою, я живу непорочно, у Господа я защиту ищу, я не пошатнусь». И здесь, мне кажется, очень важный момент, о котором, может быть, сегодня, ну, не любят вспоминать христиане о том, что обращение с молитвой к Богу предполагает некоторую базу, да, то есть человек, который все-таки с Богом старается жить вместе, вот, старается следовать его повелениям. Потому что очень часто Бог – это такой огнетушитель, который достает, когда горит. Он стоит в углу десятилетиями, никому не интересен, как правило, просроченный. А вот загорелось, все сразу ищут, где огнетушитель. Возникла проблема, сразу все прибегают к Богу. Ну, те, кто вообще хоть немного в него верит. А здесь говорится о том, что, собственно, вот я встал на твою дорогу, и поэтому я прошу тебя меня рассудить. И в конце концов, а что такого плохого? В идее «рассуди меня с моими врагами». Мы как-то не привыкли об этом говорить, но человек, который поступает честно и открыто, он говорит, «Господи, ну ты же понимаешь, что вот в этой ситуации я ничего дурного не сделал. Вот ты видишь это сам, да? И мне кажется, псалмопевец вполне прав, что он это может о себе сказать. Ну, понятно, что, наверное, не все готовы это повторить. Но здесь в 25-м у нас псалмопевец такой довольно самоуверенный человек. В 26-м он будет немножечко нервничать. И вот псалмы еще очень разные. Почему? Потому что люди разные. Ну, правда, вот, бывают люди нервные, мнительные, я, например, бывают люди такие вот, кремень, да, вот, его не пришибешь. Это вот 25-й псалм, поэтому мне будет ближе к 26-м, и мы его тоже обязательно прочитаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok